МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа 12 новостей Республики на телеканале Регион 12. Интернет-версия нашей программы на сайте tvregion12.ru. В студии Екатерина Роман. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА До Ишкаралы докатилась волна телефонного терроризма. Сегодня днем в столице Республики была проведена экстренная эвакуация 9 объектов с массовым пребыванием людей. Это крупные торговые центры города, а также административные здания. Причина эвакуации – поступившие по телефону анонимные сообщения о якобы заложенных там бомбах. Места потенциальных угроз оперативно прибыли сотрудники силовых структур, обеспечили эвакуацию людей из зданий, после чего приступили к тщательной проверке всех помещений. В частности, сотрудники правоохранительных органов блокировали территории возле торговых центров Плаза, Ёлка, Галерея, Планета и у кафе Тарелка на площади Никонова. Сюда же были направлены пожарные машины и кареты скорой помощи. Оперативные мероприятия продолжались несколько часов. Это потребовало перекрытия ряда улиц в центре города, в результате чего и Шкар-Алав встала в пробках. В УФСБ по республике Морел пока предпочли воздержаться от комментариев. По предварительным данным, взрывных устройств и прочих объектов, представляющих опасность для горожан, обнаружено не было. В данный момент устанавливаются лица, сообщившие об угрозе взрыва. Напомню, волна анонимных сообщений о якобы заложенных бомбах прокатилась за последние дни по всей России. Чаще других объектов потенциальной угрозой становились торговые центры, школы и кинотеатры. Отмечу, что действия телефонных террористов приводят к значительному экономическому ущербу. Так, экстренная приостановка работы только одного торгового центра обходится в несколько сот тысяч рублей. К этому нужно прибавить затраты на работу спецслужб, плюс косвенные убытки из автомобильных пробок. Согласно Уголовному кодексу, максимальное наказание за телефонный терроризм предусматривает до пяти лет лишения свободы. И в данный момент депутаты Государственной Думы предлагают увеличить этот срок до восьми лет. Подготовка к осенне-зимнему сезону проходит в Морел без срывов и отставания от графика. Об этом стало известно по итогам совещания, прошедшего в правительстве республики. Как уточнил временно исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и ЖКХ Морел Михаил Леонтьев, нынче к предстоящему отопительному периоду на 99% подготовлены многоквартирные дома, тепловые, водопроводные, канализационные и электрические сети, 94% котельных и все газопроводы. Заготовлено более 20 тысяч тонн угля, что составляет половину от потребности на весь отопительный период, а также почти 10 тысяч тонн резервного топлива – мазута. Уровень готовности к предстоящему отопительному периоду объектов социальной сферы составляет более 95%. Ожидается, что все подготовительные мероприятия будут завершены в намеченные сроки. Напомню, что в прошлом году подготовка к зиме и прохождению сезона была признана неудовлетворительным. По результатам проверок Ростехнадзором было выявлено почти 900 нарушений. На 47 котельных не был обеспечен запас основного и резервного топлива. В результате из 17 муниципальных образований паспорта готовности получили только 6. Развитие молочного животноводства становится приоритетной задачей в агропромышленном и перерабатывающем комплексе республики на период с 2018 по 2025 годы. Уникальность программы развития молочного животноводства Мариэл заключается и в том, что она формируется на базе сразу нескольких крупных хозяйств, работающих на территории всей республики. Одно из них – СПК «Звениговский». Здесь сейчас реализуют инвестиционный проект по строительству молочного комплекса на 3000 голов крупного рогатого скота. Ориентировочный срок сдачи объекта – конец 2019 года, а общий объем инвестиций – почти 250 миллионов рублей. В Мариэл взят курс на устойчивое и постоянное развитие молочного животноводства. Молоко и молочные продукты потребляются практически всеми категориями граждан. Поэтому в республике в необходимых объемах должно быть налажено собственное производство для полного обеспечения своих нужд. К реализации проекта приступил и один из лидеров агропромышленного комплекса республики – СПК «Звениговский». Площадку под строительство выбрали на пустующих землях соседнего Маркинского района. Настоящий комплекс будет, иначе его государственная комиссия не примет. Тут будет ферма сама. Здесь вот пробурили, он должен был устанавливать дуэльную площадку. Ну, вчера у меня деловальские были, они говорят, параллель. Типа параллели будет или елочки. Сразу единовременно доение на 32 головы. Вот здесь вот будет. А здесь раздача кормов будет лабрадорами. Они у нас работают. И корма, лабрадор – такая, в общем, техника, которая в себя вбирает, не люди грузят или техника грузит, сам силос, допустим, или зелёнка вместо силоса, сено и концентраты, полностью комикорма. Но всё по компьютеру. Там сколько записано, вот он набирает, без людей раздаёт корма. Подобных площадок будет пять, и на каждой будет содержаться по 600 голов скота. Весь процесс будет максимально автоматизирован, что позволит добиться наилучших результатов. Очень важным моментом является работа проектной группы. По результатам которой будет сформировано техническое задание. Здесь будут и специалисты из Министерства экономики, из Департамента экологии, электрики, газовщики, дорожники. Все структуры и усередения, которые необходимы для реализации такого крупного проекта, будут в составе этой проектной группы. И, безусловно, разработав окончательные техзадания и соответствующие сетевые графики, и с точки зрения сроков выполнения работы. Потому что он назвал срок, допустим, конец 2018 года. Срок очень сжатый, и для того, чтобы уложиться в срок и этот проект закончить, безусловно, нужна очень высокая степень организации труда. Реализация проекта не ограничится только возведением комплекса. Речь неминуемо зайдёт и о сельскохозяйственном освоении пока пустующих угодий. Вы думаете, вот это помещение построили, коровы появились, и всё, молоко потекло? Ничего подобного. Без земли ни молока, ничего не будет. Сначала мы урожай должны вырастить. И даже вот тут на глубокой подсилке будет. Если глубокой подсилки не будет, коровы в грязи утонут, сдохнут, они молоко будут давать. Поэтому всё надо вперёд продумывать. Пустующие земли будут освоены полностью. Часть будет засеяна, причём не только кормовыми культурами, а часть земель будет предназначена под выпас скота. Надо отметить, что новые фермы возведут из конструкции лёгкого типа. Но это не отразится на условиях содержания животных. Зимой коровам будет тепло. Подобный масштабный проект в республике реализуется впервые. Сроки обозначены максимально сжатые. Комплекс должен вступить в строй уже в конце 2018 года. Поэтому такие высокие темпы непременно дадут толчок в развитии молочного животноводства в нашей республике. Есть вопросы к юристам? Консультируйтесь, причём бесплатно. В общественно-политическом центре республики по адресу Ишкар-Ала, проспект Гагарина, 8, три раза в неделю специалисты в области гражданского права готовы помочь всем желающим найти ответ на любой житейский вопрос. По средам приём будет вести адвокатская палата с 10 утра и до полудня. В этот же день только с 14 до 16 часов консультировать будет ассоциация юристов. По субботам с 11 часов и до часу дня к работе приступят сотрудники Республиканского центра по защите прав потребителей. На Кокшаге построят дамбу, которая защитит от подтопления жилые дома, расположенные вдоль реки на участке от Красноармейской до водопроводной улиц. Дамбу планируется возвести в районе стадиона «Динамо» выше по течению. Напомню, вода приходит сюда практически ежегодно, и именно поэтому все планы реконструкции спортивного объекта были бесперспективными. Никакие технологии не смогли бы противостоять стихии. По предварительным данным, дамба должна быть построена в 2019 году. По данным Департамента экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики, стоимость объекта оценивается в 113 миллионов рублей. Около 90% финансирования за счет средств федерального бюджета. Таким образом, от паводка планируется оградить 45 домов, стадион, опоры линий электропередач. Также в безопасной зоне окажется стратегически важный объект – станция перекачки питьевой воды. Кроме того, ликвидация угрозы подтопления позволит активно развиваться северной части Ишкаралы. Каждый житель Республики должен получить возможность выписать, получить, купить на экономически разумных условиях лес, чтобы построить баню или дом. Глава МРИЛ Александр Евстифеев сообщил об этом, обращаясь к работникам лесной отрасли на встрече, посвященной Дню работников леса. Этот праздник касается и каждого из нас, потому что Республика известна своим лесом, своей красотой, своей природой. И поэтому задача всех тех, кто служит делу сохранения природы, в общем, работать добросовестно и успешно. Но Республика и все жители должны помогать, должны прислушиваться к их позиции, должны подчиняться их законным требованиям. И это позволит нам сохранять и край, и его природу. В этом году региональному управлению лесного хозяйства исполнилось 10 лет. Символично, что круглая дата пришлась на этот год, объявленный в России годом экологии, годом особо охраняемых природных территорий. Александр Евстифеев также отметил значимость рационального использования лесного массива Республики и обратил внимание на важность проведения санитарной очистки лесов. Кроме того, перед лесничами глава региона поставил задачу продолжения активной деятельности по пресечению незаконных вырубок леса. Напомню, что лесное хозяйство Морел – это более 1,2 млн гектаров земель лесного фонда. В отрасли трудится около 3 тысяч человек. Сезон отдыха и трагедии на воде. Спасатели подвели итоги купального сезона. Купание в неустановленных местах, в состоянии алкогольного опьянения, а также оставление в детей без присмотра – это основные причины, которые ежегодно приводят к несчастным случаям на водоемах в Морел. Не стало исключением и нынешнее ненастное лето. За сезон погибли 22 человека. Погода минувшего лета, казалось бы, вообще не способствовала отдыху возле водоемов. Однако за сезон в Морел погибло 22 человека, среди них четверо детей. В сравнении с прошлогодними трагедиями, когда в республике утонуло 45 человек, цифра значительно ниже. Но все же статистика достаточно неутешительная. Основная причина гибели среди детей – это оставление детей без присмотра и неумение плавать детей. А среди взрослых, к сожалению, как и обычно, в основном все несчастные случаи произошли по причине купания в пьяном состоянии в местах, не установленных для этих целей. Так, в принципе, были достаточно хорошие условия, созданные администрациями органов местного самоуправления. У нас работало 12 пляжей муниципальных, 12 пляжей в детских оздоровительных лагерях и 18 пляжей – это пляжи санаториев, баз отдыха и других оздоровительных учреждений. Специалисты отмечают, что прошедшим летом было буквально четыре дня, когда вода по-настоящему прогрелась, и купаться стало на самом деле комфортно. Однако и этого короткого периода времени хватило для того, чтобы число трагедий на воде резко увеличилось. За четыре дня утонули 9 человек из 22. При этом трагедии могло быть намного больше этого, если бы не бдительность профессиональных спасателей и регулярно дежуривших на пляжах. Вот в эти четыре дня пляжи работали с двойной, даже тройной перегрузкой. И городские, и близлежащие к городу, особенно это Сурок, это Табашино. И на пляжах вот за эти четыре дня, городских только, было спасено около 20 человек. Справедливо заметить, что спасенными жизнями некоторые жители республики обязаны не только тем, кто нес свою службу возле водоемов. Так, профессиональный спасатель Григорий Пещенин в один из летних дней отдыхал вместе с семьей на Шейбулакской плотине. Наблюдал, как купались его сыновья. И в этот момент увидел, что два незнакомых малыша ушли под воду. Григорий Абрамович бросился на помощь и вытащил на берег ребят. Мальчик уже успел нахлебаться, пришлось даже его откачивать. Спасенные дети оказались братом и сестрой из многодетной семьи. Теперь Григорий Пещенин представлен к медали МЧС России за спасение погибающих на водах. Ждут награды всем коллективам Марийской службы аварийно-спасательных и экологических работ. Началась осень, а значит впереди сезонный всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ, которому медики рекомендуют готовиться заранее. В Морел в ближайшее время будет поставлена вторая партия вакцины против гриппа для детей и взрослых. Напомню, что первая партия поступила в лечебное учреждение Морел в июле этого года и, по данным санитарных врачей, еще не закончилась. На сегодняшний день вакциной Сави-Грипп за счет федерального бюджета привито более 94 тысяч взрослых и более 40 тысяч детей. Отмечу, что раньше детей можно было вакцинировать с трехлетнего возраста. Сейчас поступили вакцины, которыми можно прививать детей шестимесячного возраста. Это показатель того, что препараты стали эффективнее и у них меньше противопоказаний. Информационная программа «12. Новости Республики» продолжается. Выпуски Морел ТВ смотрите в полседьмого утра. Интернет-версия на сайте tvregion12.ru, а также на нашем YouTube-канале и группах «ТВ Регион 12» в социальных сетях. В студии была Екатерина Роман. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова